здравствуйте я вы тут по делам со светланой в понедельник должны подъехать куда ну и поскольку светлана за рулем вы видите наш шумахер продолжает искать движение ну а я пользуюсь случаем друзья чтобы с вами потрындить что должен заметить должен заметить что не пользуется у нас на канале популярностью балет представишь света балет не пользуется я им говорю вот говорю пожалуйста люди там балетная школа все дела что оказалось слышали оказалось что практически в тот же самый момент когда я пришел снимать вот этот вот осипова балет академии в это же время эту академии обнаружила марина могилка которая оказывается давно мечтала чтобы где-то заниматься балетом дальше а то она в молодости так но в юности в детстве в детстве скажем в детстве она сама еще очень молодая но вот в детстве она занималась балет а сейчас как-то ей видимо было негде но и тренер же нужен даже не то что там стал у стенки ногой машет ну вот поэтому и вот я посмотрел меня мама марины могилка прислала фотографию как марина стоит в этом самом вот месте где я снимал и так она даже в балетные такой позиции и вот в общем так вот они нашли друг друга короче девушка балетная девушка нашла своего педагога а вы друзья даже смотреть особо не стали бойся не нет я не думаю я я я думаю что это просто поскольку мы на одном пятачке и школа новая да то есть поэтому она как бы раскручивается больше информации можете где-то в фейсбуке кто-то и зрителей сказал ну знаешь там это всяко бывает вот нет я не я не думаю что это как-то связано с моим сюжетом но во всяком случае вот вокруг этой балетной академии друзья как рыба рыба в этом вот вот где там эта рыба ходят блогеры где где рыба ходит в общем вот так она вот вот так вот ходит как рыба там где жрачка как песни поется как самые под своими вот мы как самые блогеры вот так они ходят что еще интересного сказать света скажи пожалуйста сколько у нас вообще обычно стоит чикин потому что вы когда вчера были с тобой в магазине в этом ресторан дипо там какие-то маленькие такие цыплятки были но совсем крохотные и вот эти цыплятки шли по моему там еще какая-то там цена была я не знаю какая цена нужно смешнее дело не в этом дело в том что зрители наших что вот у них там в америке курятина там во много раз дороже нашей нет курятина дешевле конечно он у нас до коры коры дешевле другое мясо это говядина там относительно баранина баранина сколько стоит сколько курица стоит а по 3 доллара фунт да или сколько ну скажем так по американскому бюджету карману там и т.д. никто на гривны не покупает когда мы приехали так вообще вот эти квотеры чикина они вообще стоили 25 ножки буша ножки 29 цвета там друзья я вдохновлен светиным рассказом значит там было так они вообще стоили может быть центов там 70 за фонд но в течение каждый месяц каждый месяц была неделя когда они шли по 39 центов и еще была неделя когда они шли по 29 центов и люди покупали громадные мороженые брикеты собак кормить ты не знаешь мы же не сами ели дело в том что сами эти ножки у них ничего плохого не было да но мы почему-то истасковались именно по куриному бульон а бульон из них был никакой да друзья из этого бульон не сделать что ты берешь на что ты берешь на бульон и почем света я беру тоже ножки только органически наберлик фотор а только ножки да без бедра так сказать да так что друзья если хотите бульон это другое дело в общем не такая дорогая курица у нас продам 30 лет все подорожало на много раз конечно не недорого даже органическое все все это доступно я помню когда мне было лет семь или восемь мы поехали с папой и мамой поехали навестить бабушку и дедушку в город черняхов житомирской области кто такой небольшой местечке такой райцентр и вот значит родители пошли на базар и купили там петуха за 7 рублей я помню что мама она жива живого одеты они вот тут дед его забил они 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 то привычные там вот так я прочего рассказываю что мама так головой качала и говорил ничего себе 7 рублей то есть это было очень дорого ну светлого приставь себе что-то 63 год достаточно достаточно большой но вот почему петуха курица намного нежнее чем петух я не знаю почему-то не купили петуха со здоровенным гребешком цветастый весь я как я как я как сейчас его помню этого петуха петух был совершенно замечательно вот ну что делать стройка со всех сторон строят строят друзья откуда у них деньги только все это строить строить слушает довольно много скептицизма по поводу вчерашнего таунхауза цвета но не таунхауза как бы дом ну да прям земли нет вообще ничего нет ни но извини ну извини ну нет земли но но нет там вся земля вся земля занята домом и и люди как за что 2 миллиона но такие цены в том предел мы сами не понимаем за что да но такие цены никуда не денешься было бы за что друзья вообще публика до в двенадцатом году мы снимали с они были ну такие пропорти конечно не самые лучшие для маленьких участка 9 лет назад теперь меньше чем миллион двести вот за такую же нет света скажи за сколько мы купили наш дом с которым мы сейчас живем за за 800 ну хорошо пусть будет 900 мы его купили 10 лет не прошло сколько там прошло до соседа против такой же дом спустя там сколько-то лет пять лет до вот так растет да друзья так вот так вот а что за улица такая странная как-то дворами едем вот друзья вот она америка вот и как посмотришь все этих халабуды слева стоят вот эти вот и засну на снос да да сейчас за миллион уже ничего не взять нет так что вот так друзья мы живем вот так трудно быть у парк такой маленький парк тут как ни странно друзья вот забота о человеке в виде маленьких парков присутствует вот их много они небольшие тут совсем ну вот детская площадка есть детская площадка вот собачки идут пописать вот и все а что еще нужно от парк тем более тут какая-то полоса отчуждения тут хайвейчик маленький хайвейчик подожди мы пересекли нет мы переехали через что-то центр центр экспресс-вей что ты говоришь ну а что это экспресс-вей этот маленький это маленький хайвейчик на хай на хай себе бэйчик да друзья вот она сельская местность вот она кремниевая долина вида нет денег много не насчет красоты элементы риску элементы рискул они маленькие эти школы там мало детей а потом чем старше школа тем больше там детей они как бы так количественно меняют чем старше школа тем меньше школы больше детей в одной школе и школы по 3-4 тысячи студент вот хай скул да да слушай света мне нравится твой маршрут как бы получается что все равно едем зато показываем такое чего обычно и не увидишь нигде да друзья вот в этом кошмаре в этом кошмаре люди живут растят детей и зарабатывают свои миллионы теперь вы понимаете друзья почему калифорнийцы вот из кремниевой долины люди не выходя из дома и даже не 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 путешествуя там какую-нибудь флориду или там техас просто по телефону говорят агенту там чё там 400 тысяч там дворец ага берем и даже не глядя и так и деньги перечисляет ну потому что что за мелочевкой там куда-то ехать и смотреть вот такой кошмар ну хорошо мы с вами прощаемся и до новых встреч